Вечер добрый! За 10 минут о самом обсуждаемом и интересном в обеспечении безопасной жизнедеятельности жителей региона расскажем сегодня. Новый таможенный инспекционно-досмотровый комплекс появился у сотрудников Брестской таможни. Каковы его возможности? Наркотики, не граммы, а десятки килограммов обнаружено в пункте пропуска Козловичи. Кто и куда вез этот криминальный груз? Сигареты в железнодорожных вагонах или рисковать так по-крупному? Следственный комитет вышел на след незаконных предпринимателей. А также другие не менее важные и интересные материалы в этом выпуске «Зоны безопасности». Не переключайтесь! Первый в Беларуси таможенный инспекционно-досмотровый комплекс для сканирования железнодорожных составов торжественно открыли в районе станции Брест-Северный. Оборудование предназначено для контроля товаров, которые перемещаются через границу с железнодорожным транспортом. Как работает сведящее око, расскажем в первом материале выпуска. Сканирующий комплекс построен в рамках Миргосударственного соглашения между Беларусью и Китаем. Поставку оборудования и финансирование его строительства осуществляла одна из пекинских компаний. Общее количество инвестиций составило около 5,5 миллионов долларов. Благодаря новому инспекционно-досмотровому комплексу Брестские таможенники получили возможность контролировать товар, не вскрывая грузовые вагоны. Поезд даже не нужно останавливать. Система просвечивает его на скорости до 30 км в час. Сканируются только грузовые вагоны. Кабины машинистов рентгеновскому изучению не подвергаются. На анализ одного поезда затрачивается до 15 минут, что в разы сокращает время проведения операций таможенного контроля и увеличивает пропускную способность. В том ракурсе Великого Шелкового Пути, который сегодня нам очень интересен, мы как транзитная страна должны иметь подобную технику. Очень хорошая разрешительная способность всех приборов, датчиков, которые позволяют нашему эксперту видеть яркую картинку, которая позволяет действительно определить мелочи, детали, которые важны сегодня при принятии решения о том, стоит ли останавливать этот поезд, стоит ли вскрывать грузовое помещение и стоит ли вообще замедлять процесс транзита по территории нашей страны. Железнодорожный инспекционно-досмотровый комплекс – третий, который работает на Брестской таможне. С 2009 года в автодорожных пунктах пропуска используется мобильный сканирующий комплекс. В 2011 в пункте пропуска Козловище введен в эксплуатацию стационарный, который сканирует грузовые автомобили. Эффективность их высокая. Только за прошлый год выявлено около 200 нарушений. По информации сотрудников, которые работают, было инициировано 233 досмотра. Из этих 233 досмотров было выявлено 186 правонарушений, по которым изъято товаров и транспортных средств было на 2 миллиона евро. Новый инспекционно-досмотровый комплекс уже десятый в Беларуси и первый, который предназначен для сканирования железнодорожных составов. Но не последний. Следующий планируется построить молодечно. Это не просто оборудование. Это символа дружбы между нашими народами. А если нужно, мы готовы рассмотрим возможность еще дальнейшей поставки подобных. Китайская сторона высказала заинтересованность поставки подобного оборудования в нашу страну в связи со строительством нового шелкового пути. Инспекционно-досмотровые комплексы позволят повысить транзитный потенциал Беларуси. Возможно, новый инспекционно-досмотровый комплекс поможет и при выявлении сигаретной контрабанды в железнодорожных грузовых вагонах, популярность которой набирает все большие обороты. Управление Следственного комитета Беларуси по Брестской области завершило расследование уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности. Согласно с материалами следствия, трое жителей Брестской области систематический период с сентября 2015 по май 2016 приобретали на территории областного центра крупные партии табачных изделий белорусского производства и отправляли посредством грузового железнодорожного транспорта в Республику Польша с целью получения дохода в особо крупном размере от последующей реализации. Кроме того, для обеспечения поставок двое братьев из Ивановского района за материальное вознаграждение предоставляли участникам группы информацию о движении составов из свой гараж для упаковки сигарет. Зачем члены группы скрытно размещали их в полувагонах с деревесиной. В ходе определенных мероприятий, после возбуждения уголовного дела, когда были задержаны данные лица, проведены обыска по месту их жительства, были обнаружены крупные партии денежных средств, которые у них находились, а также партия табачных изделий, подготовленных к отправке в Республику Польшу. Именно эта работа и помогла выявить данных лиц. Ну и в последующем они дали признательные показания о том, чем они занимались, каким образом производили закладки сигарет, где они их приобретали и как получали доходы. Схема закладки была такова. В ночное время на территории нашего района на кратковременных остановках поездов с товарными вагонами производилась закладка табачных изделий, древесную щепу, пиломатериалы и иные грузы. И так они отправлялись в Республику Польша. В некоторых случаях данные грузы находились на территории Республики Беларусь сотрудниками таможенной службы пограничного контроля. Такие партии изымались и они были вменены участникам данной группы как покушение на получение дохода. Остальные партии были выявлены в ходе оперативных мероприятий и также вменены как уже полученный доход. Сумма уже полученного дохода от такой деятельности контрабандистами составила свыше 60 тысяч рублей. Новая партия должна была принести еще не менее 30 тысяч. В ходе следствия наложен арест на имущество этих людей и на денежное средство около 50 тысяч рублей. Материалы уголовного дела переданы прокурору для изучения и рассмотрения вопроса о направлении в суд. А следующий наш материал наглядно демонстрирует эффективность использования того же инспекционно-досмотрового комплекса, которым оборудован пункт пропуска Козловича. С его помощью была обнаружена 300-килограммовая партия наркотического вещества. Его везли из Польши в автопоезде. В документах, которые для оформления предоставил водитель фуры, было указано, что в прицепе-рефрижераторе перевозятся лакокрасочные химические вещества. Согласно системе управления рисками, таможенники приняли решение направить транспортное средство на контроль к применениям инспекционно-досмотрового комплекса. Полученное в результате сканограмма вызвало подозрение у сотрудников таможни на наличие в грузовом отсеке автомобиля тайника. Действительно, при дальнейшем проведении таможенного осмотра с привлечением к кинологической службе был найден тайник, доступ к которому стал возможен только после демонтажа стенки полуприцепа с использованием специального оборудования. В полости было обнаружено более 350 брикетов наркотического вещества гашиша. По факту перемещения наркотиков через белорусско-польскую границу в Брестской таможне возбуждено уголовное дело. В результате ручного досмотра было обнаружено 305 брикетов, которые находились в стенке данного полуприцепа. В Брестской таможне на настоящий момент возбуждено уголовное дело. Проводятся неотложные следственные действия по установлению лиц, виновных в совершении преступления. 407 баллистических экспертиз, огнестрельного, пневматического, газового и 106 исследований холодного оружия только за прошлый год провели сотрудники управления Государственного комитета судебных экспертиз в Беларуси по Брестской области. Уже в этом году таких процедур было уже около 40. И вот новые предметы, которые сейчас исследуют эксперты. Это два крупнокалиберных авиационных пулемета времен Великой Отечественной войны, которые нашли в Барановичах при производстве строительных работ. Почему и для чего проводят экспертизы такого характера? Это как бы находка является чем-то экстраординарным именно для территории Республики Беларусь. Наша главная задача определить, что это за оружие, то есть является ли вообще огнестрельным оружием, каков его калибр, какова модель для стрельбы, какими патронами стреляет, дать оценку его состояния, то есть оно исправно и пригодно ли для стрельбы. Но данные пулеметы для стрельбы непригодны, неисправны, потому что погнутые стволы и очень много коррозии. Думаю, что в музее они могут занять свое достойное место и людям, уже нашим будущим поколениям, будет интересно посмотреть именно на образцы оружия. Безвиз в Беларусь пятидневным безвизовым режимом уже воспользовались около 800 иностранцев из более чем 42 стран. Больше всего туристов приехало из Польши, Германии и Италии. Как обстоят дела у нас в область и кто следит за соблюдением законодательства более подробно в нашем следующем материале. Мы еще как бы не ощущаем на себе, но мы уже готовы полностью к контролю. У нас выработан соответствующий комплекс мер и мы уже знаем, как работать с данной категорией иностранцев. Дальнейшее их пребывание здесь, если есть какие-то, ну это оговорено все, если какие-то, ну действительно это может быть болезнь, может быть какие-то стихийные бедствия и так далее, и так далее, они смогут продлить этот срок, но уже вылет и выезд за пределы Республики Беларусь они будут осуществлять через пункты пропуска после обращения в наше подразделение по гражданству и миграции, где мы будем выдавать им соответствующие выездные визы. Ежегодно примерно мы работаем, около 90 тысяч иностранцев пребывают с учетом нашего геополитического положения Брестской области через территорию области. Это все темы нашего выпуска. Оставайтесь с нами, берегите себя и своих близких. Субтитры подогнал «Симон»